В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Оборудование уже есть, остается ждать бесперебойной подачи света. Дагенерго пополнила свои базы новой техникой. Все для победы. Очередная партия гуманитарной помощи в зону СВО из Дагестана уже в пути. Есть где поддержать здоровый образ жизни. В селе Индирей Хасавюртовского района открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Оборудование есть, но бесперебойная электроподача будет не скоро. Мэр города Махачкалы Юсуп Умавов ознакомился с пополнением на базах Дагенерго. Новая техника предусмотрена для ремонта 22 фидеров. Он пойдет на подстанцию, значит, новая. Там мы сейчас разрабатываем, должны по проекту подготовить фундаменты, для того, чтобы и пожарная безопасность, и маслосборка там. Есть технологии, которые мы должны иметь. Это 63 тысячник. Обновление электросетевого комплекса по первому этапу запланировано на конец февраля 2024 года. Напомним, что на данный момент по столице уже увеличили мощность 13 трансформаторных подстанций. Также продолжается замена электролиний и ремонт изношенного оборудования. Очередную партию гуманитарной помощи отправил Дагестан в зону СВО. В груз вошли теплая одежда с обувью, продукты питания, военная амуниция и даже генератор. По словам организаторов, данный список был собран по пожеланиям самих военнослужащих. Акция проводится Народным фронтом республики в рамках проекта «Все для победы». Кроме того, наши дети, учащиеся в школе, подготовили письма поздравительные в адрес наших бойцов. Это уже стало традицией доброй. Я думаю, что эти письма внесут свою такую моральную, хорошую, приятную лепту в приближении победы и в выполнении тех задач, которые поставят перед нашими ребятами их непосредственное командование. В целом, гуманитарную помощь Народный фронт формирует уже с момента начала специальной военной операции. В целом, по стране идет подобного рода сбор и уже более 10 миллиардов рублей собрала организация. И это не бюджетные средства, а это та помощь, которая нам непосредственно поступает от жителей и республики, и в целом страны. В исторической мечети села Уркарах до Кадаевского района состоялся маджлий Салемов. В ней приняли участие известные ученые, богословы республики, общественники и местные жители. В рамках мероприятия читали строки священного Корана. Помимо этого, религиозные деятели выступили с ценными наставлениями. Они затронули тему благонравия, выполнения намаза и других обрядов шариата. Посланник Аллах во многих хадисах призывает нас, чтобы мы улучшили свой характер. И тому человеку, который улучшит свои поступки, он обещает рай. То есть он гарантирует рай. Нету молитвы более тяжелой для лицемеров, для мунафиков, чем утренняя и ночная молитва. И если бы они знали, понимали, что их ожидает в этих молитвах, утренней и ночной, они бы пришли на них даже ползая. Чтобы из-за тебя и по твоей причине, чтобы Аллах наставил на истину хотя бы одного человека, говорит, для тебя лучше, чем вот эти красные верблюды, чем иметь вот это лучшее имущество, для тебя лучше, говорит, одного человека наставить. В другом ревайоне говорится, для тебя это лучше, чем весь мир и все, что там находится. У жителей села Индерейхо Савертовского района появилось больше возможностей для активного и здорового образа жизни. Там построили один из крупнейших в регионе физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью около 4000 квадратных метров. Объект включает в себя универсальный игровой зал, а также помещение для занятий аэробикой, настольным теннисом и общей физподготовкой. Сельчан с таким знаменательным событием поздравили министр спорта Республики Саджид Саджидов и глава района Арслан Бекалибеков. Они осмотрели все залы и ознакомились с условиями для тренировок. По завершении стройки жители Индерея смогут заниматься здесь разными игровыми видами спорта и единоборствами, а также проводить крупные соревнования. Сегодня, смотря на эту молодежь, подрастающее поколение этих детей, которые уже целый час здесь стояли, пока мы его откроем. Это для вас. Самое главное, чтобы вы его берегли, вы трудились, вы занимались, ставили перед вами задачу, чтобы проставлять свой род, свое село Индерея, свой район, республику и всю страну на весь мир. Все условия для вас, чтобы у вас были все возможности заниматься тем видом спорта, которым вы хотите, сегодня здесь все создано. Здесь, начиная от всего зала, заканчивая спортивного инвентаря, все учтено в этом зале. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова